Продолжение следует... 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 я прям их искала давно я ну говорил как то что я ходила в зэндон там два с половиной часа мучила про эту самую консультанта она мне так ничего не смогла подобрать мне вот эти понравились но был только 39 размер и вот мы их нашли я извиняюсь конечно что они грязненькие вам показан я в них уже хожу где-то второй или третий день я просто без ума от них вот они невысокие как видите вот такой каблучок где-то наверно сантиметра четыре с половиной пять но учитывая что то толстая подошва где-то сантиметр то 5 вот такая тракторная на что-то наступила уже вот в общем они такие класснючие там мех они зимние вот вроде как это было как-то называлась типа и как кожа ну по моему это просто кожзам высокого качества вот у меня не такие клевые я прям довольно как слон и мне нравится что мысок он укрепленный и по моему пятка тоже укрепленная то есть они жесткие и очень круто смотрится что мысок вот здесь чуть-чуть выпирает прямо не такие как какие-то военные что ли ботинки ну что-то такое с вот этим вот мыском торчащим круто смотрится и заклепочки тут как бы они в тему эти и о них их не слишком много они такие ненавязчивые при этом круто смотрится я прям безумно рада что их купил ездили мы на резанку там тоже зашли наверно в четыре обувных магазина ничего не было нигде вообще прилично вот то что я себе в голове представила воды увидели зэндон зашли в зэндон и да там они были и был мой размер так сейчас не знаю тут где-то а вот 38 мы видно 38 вот я безумно рада вообще раз 39 и он очень сильно болтается все-таки они зимние надо чтоб поплотнее сидели я очень рада они вам правда виднеется как серые они абсолютно черные черные и с таким небольшим как бы белесым налетом не белесом а таким серым налетом но как будто бы они выбеленные что в общем не знаю такой цвет интересный в общем я безумно довольна друзья хотя показать вам мне тут полный трешак происходит потому что я разбираю какие-то коробки с обувью там очень вот весенние туфли стоят и все это самое шкафы разбираю вот в начале ролика я вам показывала ручки я поменяла медные ручки купили в леруа 20 рублей 28 рублей штучка я прям безумно рада вот те желтые которые были с висюльками они смотрелись прям вот лишнее не то что-то а эти они прям идеально по цвету подходят здесь еще такая более темная полоска и они прям очень хорошо смотрится и теперь когда ты дергаешь за ручку не надо переживать что она у тебя в руках останется вот особенно это актуально для вот такой двери стеклянной где собственно ну сама дверь тяжелая такая на стекло все таки и я все время переживала что она вот здесь вот крепление пластиковые потому что металлическая со стеклом нельзя вот я все время переживаю что они когда дергаешь за то за это кольцо она оторвется дверь хлопнет и разобьется в общем теперь можно не переживать теперь очень клёвая такая миниатюрная ручка вот я везде поменяла их на шкафу на дверях на ящиках короче везде вот и хотела вам показать какой у меня тут завал из китайских посылок их просто море какую-то часть я уже отсняла отписалась что получила какая-то часть вот здесь вот лежит вообще еще то есть они вскрыты но я еще не смотрела что внутри . бы ничего не отписывалась там как бы я посмотрела что именно пришло вот и все написала здесь число когда пришло цену там за сколько брала для съемки для вас вот а продавцу не отписывалась то есть мне еще нужно кучу посылок просмотреть вот так что сейчас будем с вами чуть-чуть посмотрим посылочки немножко и потом будем с вами но это будет отдельно видео сейчас буду снимать будем с вами распаковывать посылочки нибудь и бокс покажу вам что внутри посмотрим что там пришло привет народ ой вообще вот знаете сейчас с работы шла пришла домой только знаете что больше всего бесит в этой жизни каждый другой у нас не будет ну что есть то есть просто вот самое поганая что больше всего раздражает это когда окружающие лезут в твою личную жизнь вот прям не могу как бесит ужасно бесит ужасно раздражает прям и знаете когда вот вам говорят там допустим просто вот я понимаю допустим друзья но у нас тоже с друзьями у меня вот по крайней мере такое понимание что мы как бы две стороны да я друг и там подруга допустим мы понимаем друг друга что мы люди ли личности сформировавшиеся со своим внутренним миром со своим мировоззрением со своими принципами со своими какими-то мыслями и видениями в голове и мы никогда друг другу не будем ничего советовать и навязывать если человек допустим чего-то не приемлет в жизни вот и как бы я вот сколько у меня было да там друзей какие-то уходят какие-то приходят и ни разу моей жизни мне друзья не говорили там но не было даже в не возникало такой темы а почему ты не красишься а почему ты там допустим не пользуешься декоративной косметикой а почему ты не красишь там ногти кстати ногтях вчера покажу поближе с другого ракурса три часа на это потратила в общем почему-то допустим губной помадой не пользуешься цветной яркой то есть у нас между друзьями такой мысли вообще даже не возникает потому что это личное дело каждого человека но это мое мнение я опять же говорю что может быть вы считаете по-другому вот просто на будущее меня жутко бесит и раздражает когда люди посторонние по сути даже не то что по сути посторонний а вообще чужие мне люди подходят и говорят ну там спрашивают ради интереса не знаю праздного или чего а почему ты не пользуешься косметикой я пользуюсь косметикой уходовый достаточно много использую и какие-то массажные элементы и массаж лица делаю и разные крема сыворотки я все это люблю именно на моську наносить и например те кто меня не знают они пока не зайдет речь про возраст они вообще думают что мне там ну лет двадцать двадцать пять вот то есть как бы я не знаю вообще о чем можно тут говорить а когда ко мне подходит человек совершенно посторонний начинает мне говорить что вот тебе бы следовало бы там глазки покрасить реснички покрасить и помадой яркой надо пользоваться вот кто сказал что надо ты в свою жизнь загляни там может быть тоже что-то надо сделать я же не советую тебе занимайся занимайся своей личной жизнью вот чё вы все лезете в чужую зачем вот и начинается потом когда я советы чита не воспринимаю да начинаются там обиды какие-то не надо вообще ни на что обижаться меня вот знаете очень многие психологи даже вам скажут то есть перестаньте заниматься чужой жизнью займитесь своей собственной займитесь своим внешним видом своим лицом своими какими-то косметическими пристрастиями своим гардеробом вот своей жизнью займитесь а про окружу жизнь окружающих забудьте вообще и у вас потом все наладится вообще пойдет как по маслу и и многие женщины такие уже ну старшего до поколения не скажу там бабушкину женщины возрастные очень любят давать советы там как тебе лучше одеваться как тебе лучше краситься а тебе нужно поярче краситься знаете во первых яркая косметика она привлекает не тот контингент который вы думаете она привлечет а во вторых это личное дело каждого красится он или не красится это личное дело этого человека вы займитесь своей личной жизнью и тогда может быть ваши там ваш муж скажет вам боже какая ты сегодня выражительно красивая наверно он вот со дня свадьбы вам этого никогда не говорил поэтому вы так его ненавидите или там ваши дети вот приедут они к вам в гости и скажут боже мама ты сегодня такая красивая ну или внуки тоже скажут бабуля ты так классно выглядишь сегодня вот надо вот собой заниматься а не лезть в чужую жизнь и возмущаться почему человек помадой не пользуется особенно такой ядреной красненькой прям вот вот это бесит так что сейчас будем с вами распаковываться не немножечко потому что уже много наболтала и покажу вам в свои ноготки которые я вчера мучила три часа так друзья вот вчера мучила три часа пока весь маникюрчик сделала пока маску наложила пока то да сё в общем более или менее по форме мне нравится и пока что у меня настроение на длинные ногти и да для меня даже два миллиметра даже один миллиметр для меня это длинные ногти я в принципе терпеть не могу но пока мне как бы нравится пока я вот в таком состоянии нахожусь я имею довольна вот это такой прозрачный лак с перламутром ну больше ничего приличного не нашла у себя у меня очень яркие оттенки которые я использую совершенно не по назначению вот и вторая ручка и вот будете писать не будете писать там за такие вот где у меня линия розовый ноготок кончается да и потом идет белый да и как бы на стыке такая розовая коричневая будем откровенно говорить полоска это не грязь это у меня такой ноготь ну так атакова его структура он вот таким переходом идет и белый это сам ноготь такой то есть я его ничем не подкрашиваю у меня очень плотные ногти вот и заодно сейчас покажу вам такую лампочку купили вот просто прикольная лампа так вы тут мой этот балаган уже видели мы с вами расхламляли вот тут ручка такая ее можно крутить вертеть вверх вниз в общем удобная лампочка друзья сейчас снимала обзор распаковку не знаю наверно из двух частей будет видео потому что посылок просто море и сейчас еще надо снимать отчет для продавцов что типа я все получила все мне нравится или не нравится чтобы вернули деньги вот и хотела вам показать еще мы ездили когда покупать ботинки в общем я по моему ваша не взяла вот таких вот два наборчика белых почему-то не видно вообще белых украшений новогодних и в общем то выбрать особо нечего взяла шишки шишки кстати набора по моему по 43 или по 45 рублей ну других не было шишки по 69 рублей 2 штуки буду их белой краской красить вот и еще взяла в подарок вот такой чай это не в ашане это по моему я в магните брала в общем это чай ричард вот такую фишку они придумали да точно в магните сейчас вам еще покажу кое-что в общем там разные были свиньи вот мне как бы вот это понравилось такая генерал что-то какой-то в общем веселая такая свинка это чай я в подарок купила и мне в магните дали вот такую вот штучку тут в какой-то ну перфорация это отрывается в общем я думаю что это такое а это лотерейный билетик то есть там нужно совершить покупку на какую-то сумму по-моему на 500 что ли рублей или на 700 рублей и тебе дают такой билетик я вот тут стерла и представляете я выиграла 50 50 процентную скидку на покупку шампуня clear а 400 миллилитров и она действительно до января 2019 года то есть у меня целый месяц чтобы совершить эту покупку в магните с этим купоном вот соответственно когда вы придете в магазин да возьмете этот шампунь у вас отсканирует этот штрих-код и вы заплатите только половину стоимости кстати прикольная идея вот отличные подарки к новому году о пошла дальше снимать надо отчет делать друзья подписывайтесь на мой канал увидимся с вами в следующих видео до новых встреч по всем скучаю стараюсь снимать как могу увидимся пока пока всех целую друзья привет доброе утро точнее у нас рано мне уже выходить пора на работу у нас еще темно так что я со вспышкой снимаю и хотел вам похвастать вот наконец-то он у меня я его собрала уже уже на нем гоняю обильно вот такая модель кто хочет обзор пишите в комментариях хочу обзор вот так что покажу вам его расскажу что чего куда в чем преимущество в чем недостатки этой модели там недостатков пока я не вижу ну в общем вот такой вот малыш я безумно довольна я давно о нем мечтала кто на мой инстаграм подписан знает что я давно уже его получила и собрала просто во влоге это естественно чуть отсрочивается этот показ вот так что в общем я побежала на работу кому нужен обзор пишите хочу обзор все всех целую пока 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 пока